Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Слава Искупителю Роду Человеческому! И благостовляю великого Бога, благодарю Бога, нашего Спасителя Иисуса Христа! Всех вас приветствую, благостовляю именем Господнем! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, в этом и прямом эфире на Facebook и в записи на камеру я хочу поприветствовать всех вас, дорогие друзья, всех братьев, сестер, верующих разных конфессий, динаминаций, разных традиций, обрядов. И действительно, единых в Иисусе Христе. И потому вот это приветствие, такое традиционное наше христианское православное приветствие, оно действительно святое приветствие. Потому что мы приветствуемся святым именем, самым наисвятейшим именем, именем нашего Спаса. Мы говорим слава Иисусу Христу и отвечаем навеки слава Богу Святому. Аминь. И, дорогие друзья, братья и сестры, благоставляю всех вас в эти дни в православной традиции и, в общем-то, скажу, христианами, наверное, ну, большинства, так вот, христианские церкви разных течений, разных направлений, как вот говорят конфессий, динаминаций, организаций различных юрисдикций, как вот в православии мы именуем, вспоминают о крещении, о Рождестве и о крещении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Великие события, вспоминаемые в эти дни, в традиционной православной церкви, да, празднование происходит, крещение Господнего сейчас. Вот вчера, 19 число, сегодня уже 20 января, и в календаре нашей реформаторской православной церкви Христа Спасителя также обозначено крещение Господне, и, хотя мы не знаем точно, когда, ну, точной датой, будем так говорить, когда Иисус Христос крестился, там говорится, что Ему было, так, порядка 30 лет, но точно неизвестно, когда это произошло. Если о Рождестве Христовом, то более или менее здесь как-то все ясно, но для тех, кто, может, сейчас подключается или смотрит это видео, кто интересуется этим вопросом, то, конечно, Иисус, я скажу сразу, что Иисус родился не зимой, не в декабре и не в январе, не 25 декабря и не 7 января, вот, Иисус родился по-нашему, получается, исчислению, это было в сентябре, в начале месяца Чешри, которая вот тогда, 4-3 года нашей эры, выпадала на середину сентября, и за 3,5 года, будем так говорить, до своего официального, ну, такого в нашем церковной практике Рождества Иисус родился, вот, и, но когда Он крестился, точно неизвестно, но, скорее всего, тоже, конечно же, в теплое время года, вот, и, знаете, друзья, крещение Господне, даже это в большей степени, даже, чем Рождество, это действительно не просто календарный какой-то день. Крещение Господне для верующих нас, для нас, христиан разных течений, там, ветвей, такого многоветвистого древа христианства, это наиважнейшее событие земной жизни Христа и нашей земной, вот, этой временной жизни, нашего христианского поприща, потому что крещение, совершаемое по вере в Иисуса Христа, это действительно в жизни христианина, это, ну, такое, наиважнейшее событие, скажу, действительно наиважнейшее событие, которое в жизни, ну, каждого верующего должно иметь место. Я в этом глубоко убежден, хотя я сам, как говорится, не креститель, но часто в роли крестителя выступаю. То есть, я крещу не так часто, но в наших церквях, вот, в нашей киевской архиепископии, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, я имею в виду, в которой я являюсь архиепископом, предстоятелем, я часто совершаю крещение. Ну, и также в гостях. В гостях, в разных очень христианских церквях, общинах, баптистских, писятнических, адвентистских, харизматических разных церквей. Бываю в гостях на крещениях. Иногда только делюсь словом о крещении, благоставляю крещаемых. Иногда сам крещу вместе с моими братьями, пресвитерами, старейшинами, там, пасторями разных церквей, разных ветвей христианства, будем так говорить. Потому как я убежденнейший экуменист, ну, в таком библейском смысле этого слова, во Христе Иисусе, в этом смысле, за единство верующих, за Божью святую экумену, то есть за Божий святой экуменизм. Кстати, многие верующие шарахаются от этого слова, вообще экуменист. Но я тоже, конечно, так вот, честно говоря, не жаловал это слово, и до 96-го года так вот даже шарахался от этого слова. Но, знаете ли, есть подделки всевозможные, дьявольские, а есть ведь настоящее, есть истинное, подлинное, есть Божье, а есть сатанинское. И, кстати, с моим другом, пастором церкви Дом Хлеба, House of Bread в Сакраменто, Александр Шевченко, Алекс Шевченко, и с ним мы записывали даже программу на эту тему, можете посмотреть. Посмотреть ее можно там на Ютубе, там и скачать. Мы так назвали эту программу, кстати, «Два лица экуменизма». Если в этом году, даст Бог, получится полететь снова в США, то я планирую вновь, конечно же, быть у моих друзей, и в частности у Сакраменто, у пастора Александра. И я, конечно, хотел бы также продолжение снять этой программы, потому что тема актуальна, и вопросов со времени выхода этой программы в эфир «Два лица экуменизма», программа «Оппозиция», накопилось много вопросов. Мне пришло лично, ну, наверное, с доброй сотни вопросов, разных вопросов от верующих, очень разных православных, католиков, протестантов, и вопросов и о Божьем, святом экуменизме настоящем, и о подделках его, о всякого рода таком дьявольском экуменизме поддельном, не настоящем, не Божьем, а противобожьем даже, противобожном. Вот так вот, и эти вопросы, как и многие другие, мы для себя, мы христиане, да, открываем и разрешаем через Божье Слово, через Божье Откровение Божественного Слова, слава Богу. Поэтому читайте Библию, господа, вникайте в себя и в учения, и это наиважнейшее наше делание христианское, независимо от нашей конфессии, динаминации, от нашей ветви, будем так говорить, христианства. Древо одно, потому что святое древо, Церкви Божьей. В Библии, вообще-то, даже еще более, как бы, изящнее, красивее сравнивается это с храмом Бога, потому что мы живем в эпоху, дамы и господа, братья и сестры, мы живем в эпоху третьего храма. Екатерина, добрый день, рады вас видеть в прямом эфире, благословения вам, и вам тоже, сестра дорогая, благословений Господних, да, потому что сейчас и пишется программа эта, и я пишу, записываю с камеры, и вот решил подключиться к прямому эфиру на своей основной, на первой моей странице на Фейсбук. Делаю там эфиры также, и, конечно же, делаю прямые эфиры у себя на канале Ютуба. Вот, и благословляю всех вас, дорогие друзья, также хочу напомнить, вот, для тем, кто в эфире сейчас подключился или подключается сейчас к эфиру прямому, хочу напомнить, что, значит, с территории Украины вы можете поддерживать мое служение, пополняя номер счета мобильного номера «Киевстар». И потом через новую почту я имею возможность эти деньги снимать и их на дело Божье, на служение Господу направлять. Напоминаю, номер «Киевстар» в Украине, который я, кстати, когда в Киеве провожу прямые эфиры, я даже его использую, этот номер же, как и номер прямого эфира. Но сейчас нет, сейчас он не отключен, здесь очень дорогой роуминг заграничный. Но, значит, номер, напоминаю вам, код 096, потом еще раз 9626675, еще раз повторяю, 0969626675, то есть 096 это код, потом еще раз 9626675, вот такой номер. Вот «Киевстар» и другие контакты все есть под этими видео. В общем, я стараюсь все публиковать, вот, чтобы действительно и молитвенно, и материально верующие имели возможность действительно принимать участие в служении Господу, в служении друг другу, и пусть Бог благословит всех нас. И вот в эти дни крещения Господнего, когда Церковь Православная, и протестанты, и католики вспоминают о Рождестве и о крещении Господнем, я проповедую в разных городах, в России. Это Воронежская область, это Липецкая область, это Рязанская, Московская, то есть вот такие области, где проповедую. И молитесь, дорогие друзья, за это служение. Я действительно все больше и больше, как священнослужитель христианский, осознаю вот эту нашу общихристианскую взаимозависимость, потому что действительно мы тело Христова, опорознь члены, и мы действительно вместе семья Божья и зависимы, также не только от Бога, но и друг от друга зависимы, будучи телом, если мы по-настоящему тело Христово, тело Господнее. Глава у нас одна, это сам Иисус Христос, и весь этот храм святой в Господе, да, это тело Христово, третий храм, в эпоху которого нам посчастливилось жить и вот таким образом участвовать в этом величайшем строительстве всех строительств. В этой стройке уже двух тысячелетий. Да, дамы и господа, братья и сестры, и в месяце феврале, месяце получается, да, лютый по-украински, в лютом я буду проповедовать уже, даст Бог, у себя в церкви, в нашей Киевской архиепископии. Так, из-за некоторых таких причин я не имел возможности выехать сейчас к себе в церковь, но молюсь о служении, и так вот, в феврале планирую уже таки быть в нашей Киевской архиепископии, и не только в нашей Киевской архиепископии, именно в городе Киеве, но также и в других городах, в наших церквях. Так, хочу очень увидеть всех наших священнослужителей, и в Киеве на левом берегу проводить семинары на улице Киота 11, и, значит, на Первомайского 6, где обычно у нас в арендованном помещении проходит богослужение, во время собраний буду проповедовать Слово Божье, делиться Словом Божьим. Это по воскресеньям, с 9.00 у нас там богослужение, обычно проводят наш благочинный там, отец Алексей Прошак, протерий наш киевский, и там с 9 утра на четвертом этаже, вход через проходную предприятию Общества слепых, проходят регулярные богослужения. Также молимся, и прошу ваших тоже молитв, тех, кто имеет действительно на сердце это желание поучаствовать в служении, в моем таком реформаторском, евангельском, православном служении, то молитесь и о помещении своем в Киеве, в Москве, в Петербурге. Сейчас нуждаемся в местах для проведения богослужения, семинаров, собраний. Мир вам и приветствие из Рустави, Грузии. А, слава Богу, Рустави, Гамарджоба, где назвали. Я очень люблю Грузию. Сакартвелло, страна лозы, славящая Господа Иисуса Христа. Да, она в моем сердце, эта страна. Приветствую всех вас и Руставским святым всем радоваться, и в Руставе, в Цараване, в Тбилиси всем святым приветствие огромное. И также передайте привет. Планирую на Пасху быть в Грузии. Планирую, но по православному календарю, пасхальное служение, пасхальная неделя, светлая седмица, быть в Грузии, в Руставе, в Тбилиси, в Цараване. Хочу снова увидеть вас, всех, братья святые, и прославить вместе с вами Господа Иисуса Христа. Вот, и действительно, Он наша лоза, а мы ветви в этом святом винограднике. Слава Богу. Так что, всем святым радоваться. Хочу также всех обнять, благоставить, и вот, телом отсутствуя в Руставе и в Грузии, но духом присутствуя, обнимая вас и благоставляя во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Слава Богу. Да, замечательно иметь такие, да, прямые эфиры, потому что в таком случае ты имеешь возможность так вот, на самом деле, вот, казалось бы, в разных странах, на разных народах, но быть вместе, вот, хотя бы вот таким образом, да. Вот, конечно, это лишь интернет, это лишь очень слабое подобие того, что будет на небесах. На небесах гораздо больше, гораздо лучше, там не то чтобы Wi-Fi, не то чтобы интернет, там вообще святой, нет, святой небесный интернет, где общее знание, обмен информацией, там моментально, мгновенный и все знание абсолютное, и абсолютная любовь, для которой нет никаких препятствий абсолютно уже, никаких преград. Ну, а здесь на земле мы еще не только от Господа остранены, знаете ли, мы ходим не видением, а верою, знаете ли, живя в теле, мы вот таким образом, как бы, закрыты немного от Господа, значит, но мы также порой закрыты часто друг от друга, знаете ли, к сожалению, но в молитве, но в нашей вере, в любви мы открываемся друг другу, наши сердца, и это потрясающая репетиция будущего небесного единения, сердец наших, слава Богу, я очень рад за это. Вот, и сейчас я провожу собрание в Липецке, сегодня последняя встреча у нас будет здесь, завтра в Рязани, я из-за гонений, здесь притеснений, значит, арестов, допросов, там и прочее, преследований, значит, со стороны бандитов и власти, значит, и церкви традиционно православной, я вынужден не давать никаких объявлений заранее, то есть все адреса, там, значит, там и прочее, я публикую только лишь, даю только лишь тем, кто непосредственно, вот, значит, уже, как бы, братья, там, проверенные, вот, а так осваиваем вынужденно конспиративную работу. Да, объясните, откуда этот праздник, 19 января, значит, это чисто народная такая церковная, даже, ну, не народная, даже церковная традиция православная, значит, и она никакой, никакого не имеет отношения ко времени реального, вот, исторического крещения Иисуса Христа, я об этом чуть выше сказал уже, вот, как, допустим, и Рождество само, допустим, да, Рождество Господа нашего Иисуса Христа, также оно проходило не зимой, не в зимнее время, знаете ли, а, значит, ну, по-нашему, получается, в сентябре, в начале месяца Тешри, вот, большинство дат вообще в нашем православном календаре, они не имеют никакого такого библейского объяснения, есть праздники Господни, да, праздники Господни, они имеют четкую привязку ко времени, праздники Господни, я имею в виду, допустим, вот, субботу, допустим, да, шаббат, здесь не ошибетесь, это один из, вот, праздников Господних, то есть не только, там, как вот мы порой понимаем день отдыха, допустим, да, значит, собрание или чего-то еще, а это его день, им самим выделенный, в самом начале творения, в книге Бытие об этом, о создании и о дне субботнем говорится, поэтому, значит, здесь, когда Господь дает какие-то свои праздники, обозначает свои, вот, такие празднества, то очень четкая привязка ко времени, конечно, значит, или, допустим, там, другие, про Пасха, допустим, да, полнолуние месяца Ниссана совершается, вот, в Грузии собираются сразу после Библейской Пасхи, после времени Библейской Пасхи начинается православная Пасха, значит, христианская, ну, к сожалению, она позже совершается, чем Библейская Божья Пасха, потому что, ну, из-за проблемы антисемитизма еще с древних времен, значит, и политизма, всевозможного политиканства религиозного, значит, и светского, вот, время Пасхали, оно позже стало совершаться, а Пятидесятница, также Шевот, мы в народе называем это Троицей, значит, вот, осенние праздники, Суккот, поставление кущей, да, значит, ну, это все празднества Господни, значит, они в Библии указаны, и они имеют четкую привязку ко времени, вот, а праздники церковные, православные, я вообще о праздниках много говорю, но вкратце напомню для тех, кто уже слышал, для тех, кто не слышал, значит, скажу, что праздники, я так делю в лекциях на, условно, на, вот, как бы, как грибы, съедобные, условно съедобные и, вот, ядовитые, поэтому, ну, что было понятнее, как, допустим, грибники, если из вас кто грибник, то понимаем, что, как бы, это порой очень даже необходимо, знаете ли, вот, разобраться нам с этими грибами, почему, потому что, чтобы, ну, чтобы не помирить, чтобы не отравиться, и вот, значит, что скажу, что к съедобным грибам, вот, как бы, сравнить со съедобными грибами, да, значит, можно отнести библейские праздники, божьи праздники, вот, которые указаны в Библии, вот, к таким условно съедобным грибам можно отнести те церковные праздники, которые, ну, как бы, и, которые, хотя установлены церковью позже, да, значит, библейских уже времен, и это церковное установление, но они имеют библейское какое-то объяснение, или собою вспоминают какие-то библейские события, вот, допустим, от крещения Господня, в частности, да, вот, а есть, как вот, это, как бы, условно съедобные грибы, тоже можешь помирить, можешь не помирить, как приготовишь, как подашь это все блюдо, как его используешь, будем договорить, а есть ядовитые грибы, да, и вот, по аналогии, есть ядовитые праздники, откровенно оккультные, бесовские, с которыми нам, верующим, лучше ничего общего не иметь, то есть, если увидел, беги лучше оттуда вообще, значит, убегайте, идолопоклонство, значит, и идолослужение, убегайте от идолов, вот, значит, и, допустим, вот, в нашей православной традиции, к сожалению, таких праздников хоть отбавляй, и вот, чем я и занимаюсь, как бы, да, отсеивайте празднества ложные, бесовские такие, сатанинские, как, допустим, успение Богородицы, введение во храм Пресвятой Богородицы, там, и многие другие, их просто великое множество. В семинарах своих по истории христианства я об этом подробно рассказываю, делюсь темами, значит, и православный церковный календарь, есть такие темы мои, вот, и пропланирую также в нашей киевской архипископии провести как раз семинары и на эту тему также, потому что, значит, в феврале месяце встретение Господня, да, вот, значит, праздник, вот, и он, опять-таки, тоже не библейский, с одной стороны, то есть его, ну, не Божий, в смысле, то есть его не Господь установил, а люди установили, церковь установила, но его отнести можно тоже к условно-съедобным таким, как бы, грибам, значит, потому что, во-первых, ну, да, он собой вспоминает этот праздник библейские события, события, которые действительно имело место быть, во-первых, вот, и события такое полезное, хорошее, правильное, значит, и очень даже важное, значит, которым стоит делиться, вот, и, ну, надо правильно подать его, иначе можно отравиться, будем так говорить, как и от любого празднества. Хотя, если человек, он удаляется от Господа, не вникает ни в себя, ни в Слово Божье, то для него даже самые святые праздники библейские, даже Божьи, божественные, станут просто-напросто ядом страшным. Вот, ну, попробуйте сырьем, допустим, даже белый гриб поесть, значит, тоже не на пользу все это будет. Так что, дамы и господа, рассуждайте, вникайте в себя и в учение, в Слово Божье, в Слово Господне, Библию Святую. Благоставляю всех вас во имя Господне. Сейчас я, мне нужно записать еще будет программу к братьям, у которых я не смогу бы забыть завтра, но которые меня ждут уже завтра. Я благоставляю всех вас, дорогие друзья, именем Господнем во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. И кто по скриптам скажу, кто имеет возможность такую быть в Киеве в феврале месяце, то не пропустите служения, на которых я буду... Я анонс дам и здесь на Фейсбуке, и в социальных сетях, потому что в Киеве и вообще по Украине, слава Богу, свобода у нас такая религиозная свобода, свобода совести. И верующий имеет возможность открыто, безбоязненно проповедовать Евангелие. Это великая ценность. Дорожите, друзья. Кто сейчас в Украине трудится, дорожите этим. Не пренебрегайте этим. Благодарите Бога за милость, потому что не везде так свободно, как у вас сейчас, ну вообще как в Украине, у нас, будем так говорить. Потому что действительно, да, и буду давать объявления, более подробные объявления как раз с темами семинаров. Пусть Бог благословит вас. Да, и в Киеве служения наши проходят на правом берегу, семинары будут проходить на левом же берегу. Все, до встречи и на земле, и на небесах. Мир всем вам. Ну и для тех, кто в теме библейских праздников, божьих, шаббат шалом. Споем вместе, да? Кто еще? Из тех, кто подключился к эфиру и кто еще подключается, давайте споем. Подпевайте со мной вместе. Шаббат, шалом! Шаббат, 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 шалом! Субботний мир, Господний мир! Шаббат, 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 шалом! О, Давину Хай, наш Отец живой! Бог Небесный, Ава, Отче, Бог Святой живой! О, Давину Хай, О, Давину Хай! О, Давину, О, Давину, О, Давину Хай! Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль Хай! Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль Хай! Народ наш, народ Израиля, народ и еврейский живой! Народ Израиля, ам Израиль, ам Израиль хай, о Давину хай, потому что Бог живой, а во Отче Бог Святой на небе Он живой, живой хай. Иван Желом Алейхим, Иван Желом, Желом, Желом Алейхим. Я вам желаю мира, всем я желаю счастья, всем я желаю мира, счастья, радость, мира в Господе. Шалу, шалом, Ярушалаим, шалу, шалом, Ярушалаим, мир Господний тебе, град Иерусалим, столица еврейского государства Израиля, город Иерусалим. Шалом, шалом, Ярушалаим, шалом, Шалу, шалом, Ярушалаим. Шалом, 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 шалом. Шаббат, шалом. Благословляю всех вас. До встречи. Шалом, шаббат, шалом. Да, вот и прямой эфир сейчас завершаю. Уже все от завершения. Сохраняется все. Прямо на странице моей на Facebook. Вот такие прямые эфиры провожу с помощью вот таких простых устройств. Телефон и вот селфи-палка у нас знаменитая. Да, которая очень удобно оказывается на самом деле пользоваться. И вот я ставлю и загружаю все это на потом YouTube. Ну, вообще-то вот здесь это прямая трансляция сохраняется прямо на моей основной странице на Facebook. Поэтому те, кто еще из вас, кто не подключился к Facebook, подключайтесь. Кто уже есть, уже присутствует уже на Facebook, то найдите меня. Вот. И добавляйтесь, друзья, или там, или подпишитесь там, подписывайтесь. Вот. И следите за новостями там. Потому что вот. А, все, уже есть. Слава Искупите Городу Человеческому и Человеческого Да, ну, немного волнуюсь. Слава Богу. Хорошо. Все получилось. Видите. Здесь уже и кто-то и лайкал уже. Там, значит, уже замечательно. Вот. Вот. И в этой записи сейчас я завершаю эту запись. Знаете, благоставляю вас всех, дорогие друзья. Вот. И благоставляю именем Господнем. Сейчас я А то батарейка уже здесь уже садится. Вот так вот. О, пошла зарядка. Вот. Слава Богу. И огромное спасибо всем, кто молитвенно и финансово участвует в моем служении Господу. Вот. Я говорил уже, кстати, о номере мобильного телефона Киевстар, да, который можно пополнять с территории Украины. Вот. И таким образом участвовать в моем служении Господу, да, финансово. Молитвенно. Молитесь, вот здесь я пишу, допустим, молитесь о расширении евангельского православного обновленческого движения. Да, вот это вот очень важно. Так. И номер, напоминаю, вот Киевстар, да, это номер у нас 096 96 2 6 75 Так. Это в Украине. А в России номер МТС называется, да. Значит, код 915, ну там плюс 7, да, или 8, восьмерка. Ну да. 915, код, потом сам номер 780 48 74. Вот я здесь читаю, как раз, еще раз повторяю. 915 780 48 74. И вот я сейчас опять-таки смотрю в социальных сетях. Вопросов много, конечно, я рубрику веду, но как-то так в последнее время не особенно активно, к сожалению. Наверное, просто времени, честно говоря, не хватает, но я буду стараться все-таки держать руку на пульсе, как говорится, и получая вопросы ваши, отвечать вовремя. Но если не ответил, то не обессудьте уж, знаете ли, потерпите, попозже отвечу. А если долго нет ответа, то вы, ну, как бы, пожалуйста, вот напомните этот вопрос мне еще раз. Бывает такое, что, вот, значит, не все могу уследить здесь. Знаете ли, как бывает еще, тем более, что, вот, к примеру, сразу не ответил, а потом ушел уже вопрос, уже вниз уже, и уже, к сожалению, значит, забываю потом прокрутить, найти этот вопрос снова. Так что, братья и сестры, но самое главное, конечно, это не просто вопрос-ответы, а самое главное, чтобы, вот, проставился наш Господь Иисус Христос. Я же не мистер всязнайка. Я тоже учусь, и в этим, я верю вообще в то, что, вот, знамение Нового Завета в том, что не будет учить друг друга брата, брата, и говорит, познайте Господа, все от малого до большого будут знать Господа, вот, и здесь, вот в чем секрет-то, что, там, мы обращаемся, там, к учителям, к батюшкам, к священникам, к пастырям, к престарейшинам, к пресвитерам, вот, но, значит, знаете ли, есть апостолы, пророки, есть, значит, учителя, пастыри, конечно, евангелисты, все это есть, пятикратное, как мы говорим, вот еще, служение такое, Бог призывает братьев, да, сестер, в церквях, в собраниях, вот, разного рода служениям, таким интересным, но, дамы и господа, конечно, мы должны понимать, что Новый Завет, то он тем и отличен от старого, ветхого, что в Новом есть понимание всеобщего священства, и не рясы, клубы, там, или кресты по ноги, нас делают священнослужителями, а Христос, поселяющийся в сердцах человеческих, вот так вот. Хорошо, друзья, благоставляю всех вас, во имя Господне, до встречи и на земле, и на небесах. Аминь. Шалом, шалом, шалом.